Привет, ребята! Это Илья Якимсев. Это подкаст Илья разрушает вселенную. Меня зовут Илья. Это, собственно, я. Разрушаю вселенную означает разбираю на части, собираю обратно, пытаюсь понять, как связаны эти части. В общем, это подкаст про мою жизнь, где внезапно временами встревает, встречается, возникает. В общем, что-то происходит со стендап-комедией. С стендап-комедией, как змея сказала, стендап-комедиа. И все, что с ней, и все, что вокруг. В общем, это не юмористический контент, это не про обзоры на стендап, это просто ворчание мужика сорокалетнего и все, что с ним связано. Если вы хотите посмеяться, идите куда-нибудь, например, нахуй. Вот. А сейчас здесь вот для тех людей, кому важно вот именно этот аспект моей жизни. Я собираюсь его продолжать. Я до сих пор вспоминаю главный совет поведения любого видеоканала. Сохраняйте как бы его цельность, то есть направление, вот как вы делаете. Это то, что я с собой это дело сделать не могу. Я не знаю, где я цельный, где разобранный. И вот сегодняшний подкаст будет, скорее всего, называться, как это самообслуживание. Потому что это то, чем я занимался всю прошлую неделю и до сих пор продолжаю заниматься. И, честно говоря, мне гораздо лучше. Я сейчас расскажу, почему. В общем, что произошло главное. На прошлой неделе я подразобрался со всем. Я не ходил на стендап вообще. И я, слава богу, попал в Сбери. Мне дали курс, пригласили на курс выгорания для руководителя. В общем, он называется. Мне он очень понравился. Сегодня я пью квас, потому что жара на улице плюс 34. И что-то такое же. Да, если будет сюда залетать музыка. Сейчас вот просто по кругу, по двору ездил мужик с песней про коня. Мы пойдем по полю вдвоем с конем. И я не мог начать подкаст не потому, что была музыка, а потому что я подпевал. Вот примерно так. Но в общем, лето. Лето. В Москве тоже лето. Ваше здоровье. Это квас. Ой, холодный. Хороший. В общем, смотрите. Я пошел на этот курс. Анна Обухова. Крайне рекомендую этого тренера. Если вы где-то найдете ее видеоролики по энергии, по разному устройству мозга, как он все воспринимает, по нейровещам, как там все происходит, крайне рекомендую их посмотреть. Они очень интересные. Там бывают очень длинные лекции, как она рассказывает мозг. Но хочу начать с того, что она первая, кто мне нормально и понятно на иллюстрации, на хорошие объяснил метод grow в коучинге. То есть там есть такой метод достижения целей, когда ты в течение определенного времени коучишь человека, чтобы он достиг ее. И вот она прям рассказала за пять минут с красивой очень иллюстрацией, явно со своей. Как это работает и куда надо делать, я ей очень благодарен. Это очень хорошо описанная модель, но еще раз подтверждает мою теорию о том, что не бывает хорошего объяснения чего-нибудь. В принципе, бывает хорошее объяснение в контексте. То есть бывает так, что вот тебе говорили-говорили, а тут в раз как-то и понял. И вот этот раз и понял, он не от того, что в этот раз объяснили, а в том, что вот все совпало. Вот примерно так. Так же у меня с Анной. В общем, отличная она коуч, она тот же и жалкоуч, она помогает достигать цели, ставить их, понимать, что происходит, разбираться с ними, просто задает сетку ритма. И в общем, кайфно, я прям порадовался. И вот в этом, в ее лекции про именно работу с выгоранием внутри себя, она ее основывает на каких-то нескольких совокупных теориях по энергии, по прохождению мозга, про химические процессы в голове. В общем, я понял, что мне нужно открыть новую страницу общения с собой по поводу моих вот этих вот депрессивных тревожных состояний и начать ходить к эндокринологу, как-то не странно. То есть она объясняет, что это может быть настолько запущено, что действительно нужно сдать анализы на надпочечники, на щитовидку, на всякие вещи и посмотреть, все ли в порядке. Заодно на сахар, кстати. И возможно, что один из вопросов, один из вопросов снятия симптомов длительных вот таких затяжных перемалываний в голове чего-то, это относится просто к каким-то вот таким нарушениям уже запущенным. И как только ты начинаешь вот эту терапию, направленную просто на, как сказать, стабилизацию, нормализацию и исправление гормонального баланса своего, каких-то других вещей, у тебя заодно улучшается вообще структура мозга, потому что ты можешь там в результате щитовидку потерять, в результате стресса. Не в результате какой-то, но это тоже болезнь, если ты теряешь щитовидку в результате длительного какой-то депрессии. В общем, надо ходить к врачу и не только к человеку, который лечит депрессию, но и в принципе мерить свои какие-то штуки. Ну, знаете, в 44 вот мне будет, я думаю, что неплохо будет там вообще почекнуться, там проверить все. Сахар тем более. Тем более вот после 40 на рак надо себя проверять беспрерывно. У меня есть предрасположенность некоторая. Ну, как сказать, историческая. У меня там дед умер от рака. В общем, разные вещи бывали, поэтому мне нужно за собой следить. В целом, поход к врачу. То есть у меня такой аспект. И из-за того, что я, как вы помните, отказался от Апекса, я к нему особо не вернулся. Даже вот поставил его, побегал. Но мне не очень нравится, честно говоря, вот потому что это все через какое-то время сводится к киберспорту. Типа попади побольше. Там пацаны играют, у них там очень много повреждений. Вот я не хочу никуда гнаться. И знаете, вот как это различие между людьми, которые хотят очень хорошо играть, походя на каких-то людей, и между людьми, которые вышли в коробке мяч погонять. Вот я в коробке мяч гоняю. Вот что я делаю со своим вот этими стрелялками. И я не хочу из этой коробки особо вылезать. У меня нет никакого штука, но все люди, с которыми я общаюсь, они как-то играют получше меня. Вот. И временами я с ним там поиграю, игры три, и такой сам выхожу, типа, ребята, как это, ребятки, нравится, занимайтесь. Вот. И отказ от этого Апекса, он меня тоже немного вывел из себя. Я начал замещать. И одна из вещей, которой, опять же, Анна Обухова говорит, что стресс нужно реализовывать. То есть вы должны понять свой путь реализации стресса. И я подумал, то, что я регулярно делаю со своим стрессом, я вот как раз играю в компьютерные игры. И откажавшись от этого, я просто заместил другой игрой, чтобы у меня этот стресс выходил. Это понимание не то, что меня вылечило, не то, что дало какое-то, но это дало мне разобраться с тем же Апексом, чтобы, например, вовремя прекращать играть. То есть мы снимаем стресс или получаем стресс? Основной вопрос. Вот. И там бывает такая фаза, когда тебе лучше-лучше, а потом хуже-хуже. Вот надо вот до этого момента доигрывать, а дальше уже черт с ним. Сами, как говорится, разберутся без тебя. В общем, это очень интересный вывод, который мне тоже помог делать. И третий, я уже понял сегодня, что вот то, что я делаю, например, прогулки физически могут сходить на нет, если у меня плохо заряжена голова. То есть я начинаю прокручивать что-то. Я там какие-то варианты говорю. В основном я хуже в агрессию. Мне кажется, что кто-то на меня кидается. Я так какие-то в голове штуки. А потом я прихожу к людям или в место, где это должно произойти. Ничего этого нет. Обычно. Я типа готов к худшему, но еще я решил просто не планировать такую херню, а плыть в ней потоком. Потому что я прекрасно разбираюсь любыми моментами в жизни, просто их на месте, прямо и осознав. Ну да, у меня есть момент в жизни глобальной, в котором мы все сейчас находимся, из-за которого у нас сейчас дикий стресс. То есть надо понимать, что вот эта вот часть, она тоже принижает нашу энергию, что нельзя ее не учитывать при планировании какого-то своего состояния, при распределении сил, например, на какую-то длинную дистанцию. Это не работает. Это, ну, то есть игнорировать то, что происходит глобально, это означает, ну, просто быть глупым. Но с этим нужно тоже работать. Нужно взять ее как часть, огромную часть стресса, там заменеджить ее как-то, но она не уйдет. В любом случае это влияет на состояние. Это, естественно, практически полный уход энергии. И вот здесь в этом уходе энергии из тебя, из тебя, вот просто потому что обстоятельства такие, можно подкорректировать какими-то штуками, например, не тратить энергию в других местах или более тщательно, ну, как бы сказать, нацелиться на что-то. Там в том числе, ну, я уже говорил, что не брать какие-то новые вещи, например, себе на горб, просто потому что у тебя есть время. Лучше это время там потратить на осмысление, осознание, на ничего не делание даже. Может быть, так выйдет больше энергии для тебя. Вот. В одном из прошлых подкастов я говорил вам про теорию коробочек. Мое личное, что для того, чтобы разобраться с чем-то в своей жизни, ты должен положить это в коробочку и постоянно их там приводить в порядок, потому что они сами по себе падают. То есть там у тебя мир нестабильный, коробки трясет, на тебя валятся. И вот они бывают большими, маленькими, бывают там супер нужными. Бывает, ты просто на коробке сидишь в панике. И вот что-то такое. Но в любом случае вот это вот отделение себя от какого-то переживания не для того, чтобы выкинуть его, а для того, чтобы с ним поработать. Вот оно мне помогло именно понять и разделить, например, прогулки и умственную деятельность. Я раньше думал, что я когда гуляю, я просто отдыхаю. Внезапно я заметил, что вот я действительно, я прокручиваю тревожные моменты. Я начал с ними в процессе прогулки. Так это что, это что, это что. И смотрю, подхожу к дому, прогулявшись и отдохнувши. В общем, то есть я внезапно начал отдыхать где-то в середине. Представьте, вот мне сколько лет, и я вот до сих пор открываю для себя какие-то такие дурацкие вещи. У меня такое впечатление, что у меня какая-то была жизнь до этого, и я просто забыл. Там до 20 лет я как-то развивался, потом тьма еще лет 20. И тут я такой, господи, что это за мир? Куда я иду? Все это, ну, блядь, буквально так и произошло. Весь мир, который я знал и строил к 40, его больше нет вообще, понимаете? То есть какая ли у тебя травма? Я хуй знает кто, вот хуй знает где. Мы сидим с вами, разговариваем. Вот, собственно, о чем я хочу вам поведать, блядь. Я просто не то, что не знаю, что там делать. Я знаю, что единственная точка приложения усилий в этом бардаке – это я. ну, вот сам к себе. И вот я записал сольник и решил просто не записываться на открытые микрофоны хотя бы неделю, потому что, ну, он сильно выжил из меня сил, сильно больше, чем я ожидал. И он там делается, живет своей жизнью, уже, ну, фотосессию бы надо устроить, я все откладываю. Вторую, как я говорил. И удивительно, но именно стендап давал мне какую-то причину вечером много ходить. Потому что я выходил с работы, пешком по метро, там, по всяким. И я вот нагуливал свои 10 тысяч шагов просто между одним-двумя открытыми микрофонами. Это, в принципе, полезно для моего здоровья. Плюс на открытых микрофонах я вот стресс реализую, как я понял. То есть я после открытого микрофона я в очень спокойном состоянии, очень спокойно еду домой. То есть это у меня буквально как такое-то перекрытие моральное или, не знаю, вот просто у меня выметает из головы все после выступления, вообще все, что было. И сейчас вот запершись дома, я выяснил, что я не хожу, у меня нет физических нагрузок, у меня нет особых причин ездить в Москву теперь, например. Вот. И я сказал сам себе, что ладно. И пошел, подумал, как сделать, то есть мне нужно возвращаться в физкультуру. Я начал с такой йоги, с разминочной. Я понял, что у меня основная проблема с зажатиями в спине. То есть я уже, я три месяца назад просто бросил все, потому что был в панике и лежал в эмбрионе, не было сил. Сейчас они потихонечку возвращаются хотя бы на движение, на какое-нибудь из этих осознанных практик, типа расстановка, беспрерывная расстановка по коробочкам, чтобы буквально вот так вот разгрести и с вами поговорить, или сделать работу, или что-то еще. И вот я спланировал себе занятие спортом так, что это растяжка. Со следующей недели начну бегать, плюс следующую неделю я проведу в Тарусе. В маленькой квартирке мы там сняли, чтобы посмотреть, что это за город. Это там АК. Я надеюсь, я поснимаю, потому что пейзажная фотография – это то, что я люблю. И я хочу бы в ней продолжать совершенствоваться, еще что-то делать. Очень прикольно, когда твои пейзажи выдает тебе Google Photo, и ты просто вспоминаешь места, где ты был, и больше ты вспоминаешь обстоятельства, как ты получил этот снимок. То есть там все непросто. Ты стоял, настраивал вот этот вот фильтр, этот как его, ну, короче, который выпрямляет световые волны. Потом ты ракурс выбирал, потом ты ждал, когда фото будет не таким статичным, птица какая-то пролетит. То есть провел полчаса, делая один снимок. И он вот тебе вот очень нравится. У меня снимок с Волги 20-го года висит вот над тумбочкой. Я просто на него смотрю, он меня радует. Радует. Я хочу вот делать это, продолжать дальше, потому что вот фотографировать реки у меня переросло в такое увлечение просто как это сделать лучше. То есть я научился балансировать разные цвета, там вот это все. Но опять же я зимой этим не занимался, потому что, ну, в панике был. Вот все. И сейчас я в панике, я это понимаю, я это, главное, принимаю. То есть я не боюсь с этим. Вот просто эта паника, я и могу уже хоть немного манипулировать как-то. То есть давайте вот эти вот времени паникуем, уже получается. Не готов. То есть временами она возвращается, но это все. В общем, вот сейчас я себя собираю так. И я думал, что скинув груз с горба, вот этот концерт, к которому я готовился, мне будет легче. С одной стороны, я больше не трачу на это силу. С другой стороны, это место оказалось незаполненным, и это место заполнилось не то чтобы хорошей деятельностью. То есть оно заполнилось переживаниями, оно заполнилось размышлениями. И перестал я вот, например, полтора дня просто в кресле сидел перед компьютером, ничего не делая. Ну, работал, но до-после работы не делал ничего. И я понял, хорошо, значит, оно так структурировано, значит, вот этот вот концерт, подготовка, само занятие, оно меня занимало в том числе и этим. Значит, это теперь нужно перепланировать. Пойду на открытый микрофон, наверное, после Тарусы, потом снова у меня будет Самара. И пойду на открытый микрофон, не чтобы писать что-то новое, а чтобы поддерживать форму зачем-то. Сейчас пока не принял решение еще. В общем, такие у меня дела, если мои какие-то движения помогли вам как-то настроиться, потому что я очень беспокоюсь за людей. Я до сих пор помню общее моральное состояние всех в феврале, когда люди были как будто брошены в аквариум и через стенку смотрели на тебя, не могли ничего сказать. Просто это было настолько, была настолько, и остается настолько сильная травма. Я не сравниваю ее, опять же, ни с кем, ни с людьми, которым хуже, ни с людьми, которым лучше. Просто мы оказались в этом дерьме. И вот в этом дерьме, кроме всего, нам оказалось, что оно не кончится. То есть вот главный вывод мой к юню, что оно что-то не кончается. То есть оно просто не разрешается ни в худшую, ни в лучшую сторону. Просто сидишь в дерьме, вот утонул в дерьме. И вот надо как-то вот координироваться просто в этих обстоятельствах. Да, вокруг дерьмо, что делать будем? Вот основной вопрос. И вот эта сборка себя, она не является тоже единичной. То есть ты должен поддерживать вот это состояние, должен понимать, как ты себя, что делаешь, позволять себе быть слабым иногда, наконец-то. То есть не ругать себя за то, что все это все обстоятельства таковы, что ну так вот. Как я с ними борюсь еще. В общем, у меня хорошие новости. Прошли первые очень позитивные интервью за рубеж. Ну вот, если выдадут приглашение, буду сидеть думать. По крайней мере, какой-то шаг просто через наработку опыта, через обдумывание, что я говорю и делаю, получился. Я напомню, что мне очень нравится моя текущая работа, потому что та задача, которую я решаю, никогда не решала. Она сложнейшая, по сути дела, очень трудное управление разнородными объектами. И в производстве, и в эксплуатации, и в продуктовом смысле. Очень кайфовая команда, люди, которые меня тренируют и учат. Я, ну, в смысле у нас обратная связь равноценная. То есть я узнаю столько же, сколько отдаю, и это редко бывает. Ну, вот всякие внешние обстоятельства. Я вынужден, скажем так, балансировать свою востребованность. Понимаете, меня очень успокаивает. То есть я временами ловлю панику, что я никому не нужен. И эта паника, я знаю, что она не очень обоснована. Но она временами... Знаете, когда у вас есть мысль, и вы идете по улице, такое впечатление, что на этой улице вам все ее подтверждает. То есть ты думаешь, ага, жизнь, вот так. Идет какой-то человек, да вот он такой. Дерево наклонился, дерево такое. Машина проехала, да машина вообще все знает. Вот ты сидишь так вот, паникуешь. И поэтому у меня стандартная практика. Я регулярно, раз в квартал, выхожу на рынок труда и смотрю, что с ним. Иногда открываю резюме, чтобы просто понять, что ко мне идут запросы. Потому что если они не идут, надо думать, почему. Вот, то, что случилось, надо оценивать. Почему? Потому что у тебя должна быть опция всегда. Что бы ни случилось на рабочем месте, ты должен иметь возможность уйти. То есть тебя не должно быть возможно припереть к стенке никак. Это нужно для того, чтобы ты принимал более взвешенные решения. От того, что ты вкладываешь, а не от того, что ты боишься стул под жопой потерять. Это очень важный момент в моем ощущении мира. Потому что ты должен быть максимально независим ни от чего. А для этого ты должен быть, первое, хорошим специалистом в чем-то. А второе, подтверждать и понимать свою востребованность. То есть как себя продать кому-то. Вот у меня сейчас уже 4 месяца это не получается. Потому что рынок труда колбасит. Предложение по работе пока только в госорганизациях. С пометкой все очень сложно. Но зато какая строчка в биографии. У меня просто этих строчек в биографии достаточно, чтобы я за строчками в биографии больше не бегал. Вот я сейчас так думаю. Good enough, как говорится. И вместе это получается так, чтобы ты не паниковал и от страха не принимал решения. Ты должен постоянно поддерживать себя профессионально. То есть быть обложенным сертификатами с ног до головы. Быть понятным на рынке. Иметь портфолио не только работ, но и каких-то развивающих вещей. В общем, все, что можно. У меня все это есть, но на русском. То есть оно, вот это портфолио, вот эта позиция на рынке, она не применима для зарубежных компаний. И там с данного придется начинать. Все нормально и так далее. В общем, да, действительно много нерешенных проблем. Их нужно будет обсуждать и думать. Но я просто смотрю вокруг. И судя по всему, мои личные проблемы никто решать не будет за меня. Вот что я понял. То есть в окружающем меня мире, в мире силовом, в том, который ведет уверенной рукой нашу страну куда-то, мои личные проблемы значения не имеют. Вот что я понял. Окей, что ж поделать. Вот. Поэтому я наращиваю вот какую-то компетенцию, в том числе в прохождении интервью. Я до сих пор помню свой переезд в Москву. И как мне тяжело было найти работу здесь, в Москве, когда я устраивался на работу, когда тебе 40, твое резюме просто не проходит вот так называемый скрининг. То есть, о, 40, и все, нахрен, ничего не добился. Это московская позиция. Вот. В Европе не так. То есть, когда я работал в американской компании, нам строго запрещалось обсуждать возраст сотрудника, например, потому что это и джизм, и это неприемлемо. То есть у нас работа... Причем я заметил, что от возраста работоспособность, результат эффективности ум вообще не зависит. То есть, бывают люди достаточно, ну, в возрасте выглядят в костюме, но абсолютно, как бы сказать, неприменимы к окружающей действительности. Бывают молодые, умные, и бывает вообще полная смесь. То есть, видя человека и думая, какой он, ты никогда не представляешь, какой он в деле. То есть, только дело может тебя рассчитывать. Окей. И вот с этим я столкнулся в Москве. В Европе я с этим не сталкивался. Там понятия молодой дружный коллектив не существует. Ну, просто не существует, как строчка в приглашении на работу. Там как-то все по-другому это решается. И вот сегодня буквально я первый раз прям хорошо, позитивно на подъеме поговорил. Это сказалось то, что я начал заниматься спортом, потому что у меня там тело пошло. Ну, в общем, короче, по спорту я запланировал себе вот растяжку, бег, еще раз растяжку и как бы работу над позвоночником. У меня и сколиоз, и горб. Я посмотрел на себя на записи концерта. У меня голова очень сильно вперед наклонена. Это плохо. Это в том числе многие годы работы за компом, игры за компом, вот этих всяких вещей. Надо делать хотя бы профилактику. То есть не усугублять это все, потому что когда у тебя вот здесь вот так называемая компьютерная шея, у тебя сосуды пережимаются. То есть ты просто начинаешь хуже думать, хуже принимать решения. Это ну нахрен надо. В общем, типа по здоровью. В общем, занялся я собой и самообслуживание показал. Ну, по крайней мере, у меня на этой неделе было очень много времени подумать, что со мной происходит. Это очень-очень сильно меня порадовало все. Вот. Если вы заметили, то на канале, на YouTube-канале начали выходить обзоры. Снова почему. Я подумал, смотрите, я не хочу это никак оправдывать какими-то внешними показателями, типа я несу добро в мир или как далее. Или что-то еще. Мне просто нравится об этом разговаривать. Мне не с кем об этом поговорить. Я что в Самаре сижу один, как кукую, что в Королеве вот сейчас сижу, один кукую на работу, один езжу, обратно возвращаюсь. В общем, я привык говорить вот так. Вот я вот в камеру, вот ваши комменты, отлично. Все, у меня есть компания, типа. И ну не типа прям компания. Со многими из вас я даже знаком. Вот здороваюсь на улице, меня разок человек остановил. Говорит, вы Илья, я кем-то где-то, да? Говорит, слушаю вас. Я говорил уже об этом. И вот снова привет этому человеку. Мне серьезно прикольно. Если вы встречаете меня на улице, здоровайтесь. Мне прям приятно. Вот. Я не избалованный славой человек. Я от нее не устал ни хрена. В общем, подходите. И я бы хотел говорить. Я описал концерт Дмитрия Дедкова. И мне немножко совестно, потому что я чувствую, что я недостаточно хорошо и недостаточно много вложил в описание этого концерта. Это комплементарный обзор, потому что концерт мне понравился. Но я, когда начал писать обзоры, вот то, что я делал на Дзене, мне показалось, что я стал их структурировать лучше и находить лучшие слова. В общем, в следующий раз я буду писать. Но сейчас нужно было просто начать. И поэтому, Дмитрий, извини. Мне очень понравился концерт. Но я думаю, что я мог бы сделать это лучше. Там вот, например, на Дзене комментарии на последний концерт Гарри Канкинисиана в Москве. Он мне лично очень нравится, как я его сделал. То есть я предельно понятно и доступно выразил все свои мысли. Вот точно так должно быть с каждым обзором. То есть качество поднимать. Почему я не пишу больше на Дзене? Да меня не прикалывает, я вам честно скажу. То есть я смотрю на эту площадку, и я не вижу себя в ней как автора. Я уже говорил об этом, но... Вот смотрите, когда было ЖЖ, мне хотелось быть похожими на людей, которые там пишут. И я там как-то вот так писал, так красиво-некрасиво искал темы. Просто чтобы выпендриться, понимаете, чтобы быть вот в каком-то строе, чтобы не заметить, я сказал, хорошо пишешь. И мне писали так. Я так клево. В Дзене я просто захожу, и там вот эта гонка за признанием. То есть, господи, мы максимально технологичны, мы максимально умны, мы максимально ловьки. Вот вам наш кусок контента. Я в Дзене не воспринимаю ничего как что-то, ну как это сказать, веское. Я воспринимаю это как контент. То есть для меня контент – это что-то бездушное, что технологически сделано так, чтобы я был в этом. А я не хочу, чтобы было технологически что-то сделано, чтобы меня привлечь. Мне хватает компьютерных игр, которые полностью созданы из того, чтобы у меня вот эти вот самые... Как это? Как они называются? Опять забыл. Ну, в общем, вот эти вот штуки, которые... Дофамин пошел, короче. Я не согласен, мне этого не надо. Я его берегу, и, короче, у меня одна из идей сейчас – дофаминовое голодание. То есть я узнал про такую практику, что люди отказывают... Ну, то есть ты осознанно, ну, особенно, когда ты знаешь, как делаются компьютерные игры, например, особенно на мобильных телефонах, ты понимаешь, что это все, ну, основано на нейробиологии, чтобы тебя завлечь, чтобы твое внимание... Вообще, эта проблема с максимально доступным и практически бесплатным счастьем, она достаточно сильна, потому что на все остальное у тебя приглушается вот этот вот всплеск дофамина, и очень тяжело. И, в общем, я стараюсь, чтобы, например, у моего сына заранее не замкнулись эти рецепторы, не отмерли, чтобы его хоть что-то веселило. Вот я попадаю в такую ловушку, я хотя бы пытаюсь из нее вылезти, но я не знаю, есть ли какие-нибудь причины в молодом состоянии из этого вылезать и как. В общем, поэтому тут тоже зависит от воспитания. И в целом я просто не хочу пользоваться ни этими приемами, ни какими-то еще, ни что. Я просто хочу разговаривать с людьми. И на Дзене я не получил этого ощущения. То есть я не получил ощущения удовольствия от себя как автора. Я получил удовольствие от себя как от составителя текста, но точно так же я мог получить это удовольствие, публикуя те же тексты в свой блог на Мяти-Мяти, и все. Вот. Поэтому вот такая ситуация у меня с Дзеном. И поэтому вернулись обзоры. Такие дела, ребят. Жизнь продолжается. Я пытаюсь найти какие-то важные для меня вещи. Живу, где живу, во время, в котором живу, будучи тем, кто я есть. Я просто не могу уже за это больше сам перед собой извиняться. И надо, наверное, принять мне это какую-то ситуацию, которая, ну, просто, ну, неожиданно большая для меня. Я, кстати, подумал, что на каждое наше поколение была какая-то большая трагедия, большой перелом, в котором люди учились жить. И что это я себе сам нарисовал жизни, в которой ее не будет. То есть не было никаких предпосылок, потому что каждое предыдущее поколение моих предков проходило через какую-то невыразимую херню. Ну, мой дед был на войне или один на войну прошел, другой был ребенком во время войны. И мой отец с матерью пережили и Афган, и Чернобыль, и потом в Союзе очень долго приживались. Много лет им нужно было, понадобилось для того, чтобы просто удержаться на плаву и как-то быть. Причем они были очень хорошими родителями. И сейчас есть очень хорошие родители, так что я не заметил 90-х, по сути дела. Ну, просто как-то отец у меня смог это все удержать с матерью. И мы, может быть, мы небогато жили, но жили достойно и все такое. И вот я сейчас, человек, который родился в 90-х, прошел, чего это я себе придумал, что у меня в жизни не будет какой-то катастрофы. Причем там, ну, к средним штукам я привык, типа вот эти вот дефолты, какие-то кризисы. Мы даже научились что-то в них делать, то есть там рефлекс сразу. Государство наше прекрасно себя ведет, как вы видите, в кризисе. То есть недостатка в рублях-то нет. Вот, в рублях-то все нормально, даже будущее есть. В рублях если, если только в рублях. Если больше на что не смотреть, кроме рублей, то все хорошо. Вот. Естественно, невыносимая духота. И не только 30, потому что 34 градуса, а потому что вся херня происходит именно в термине душно-невероятно. Все такое. Я вот что хочу сказать. Я перестал уже читать, потому что и комментирует мой блог, и все такое. По одной, вот все это, типа посмотри так, а посмотри так. Знаете, это не то, что проблема, это жизненные обстоятельства. Люди тупые. Просто тупые. Ну, как бы они тупые. И это не значит, что если он в одном тупой, в другом как-то прозрел. И это же значит, из этого следует, что если ты объясняешь человеку что-то, далеко не факт, что он поймет. Даже если скажет, что я понял. И далеко не факт, что он будет обращаться как-то с этим знанием. Очень полезно. У нас люди не могут связать один к одному. То есть проследить причинно следствия. Я знаю много лет. Я не то, что люди. Вот все остальные люди. Я и сам дурак, не дай бог. Вот. Но вопрос в том, что когда ты разговариваешь с человеком, он не может сделать из А вывод Б на основе прямых вещей, которые он видит. Видит буквально. Я думаю, что не надо ей объяснять. Вот что я думаю. Я думаю, что, наверное, так и должно быть, что кто-то тупой. Вот. А ты, наверное, тоже тупой, просто на одну причину следственную связь увидел больше, как ты думаешь. Вот и все. И я поэтому перестал злиться, раздражаться на комментарии. Я совсем соглашаюсь, когда ко мне приходят показывать, доказывать, обучать мне чего-то. Я с удовольствием учусь. Мне недавно в телеге, например, написали, что, Илья, ну, какой ты стендап-комик, а никогда не видела твоих стендапов, а вот людей, которые ты видела. Я думаю, ебаный ты в рот на канале, посмотри уже. Но я не стал этого писать. Я стал писать спасибо. Или приходит человек в телегу, меня просто умилил комментарий. Ты когда-нибудь видел комика Орлова и Дениса Чужова? Ты же понимаешь, что все, что ты делаешь, можно делать гораздо лучше. Я не стал сопротивляться. Я просто написал, что спасибо большое, пойду посмотрю, кто такой комик Сергей Орлов и кто такой комик Денис Чужой, научусь чему-нибудь. Вот. Потому что я человек, который ищет ебаного мира. Понятно? Со всеми. В том числе и с дебилами. Понимаете, в чем дело? Не то, что я согласен поступаться чем-то, но мне кажется, что если дурак активен с тобой, лучше сделать вид, что ты повелся на его активность и поблагодарить его за это. Вот и все. Вот и все. Я причем, причем человек может быть не дурак, он просто меня не знает. Он там знает часть меня, видел меня со спины, блядь. И думает, что у меня нет бороды, например. Ну ладно, че ж, это его точка зрения. В общем, поэтому я о разговорах с людьми, которые что-то поддерживают, а что-то не поддерживают, я о них перестал беспокоиться. Просто я перестал думать, почему человек думает. У меня на все есть ответ. Он тупой. Вот и все. Или он играет в тупого, потому что ему так выгодно сейчас. А тебе не выгодно, тебе противно, сука, потому что ты так устроен, тошнит тебя. Вот отойди, поблюй где-нибудь за углом. Вот. И может даже и не возвращайся к этому человеку. Тебе с ним плохо, зачем тебе с ним рядом быть? В общем, совокупность этих факторов привела нас к тому. Чувствуете, как я умею писать деловые письма? Вот. К тому, что ситуация такая, что я стелю себе соломку, все еще стелю не в России. Соломка стелется все мягче, плотнее и пушистее. Вот. И мне это нравится. Я продолжу. Ну, и главный вывод. Я сбрасываю инженерку. Я, помните, если брал перерыв в обучении, я понял, что я это морально не вывожу. Это не физическое. Меня это так напрягает с определенного момента, что я не хочу. Я человек, который всего добился, разговаривая. Разговаривая с людьми, описывая ситуацию, помогая им говорить, помогая им раскрыть себя, помогая сказать то, что они не могут сказать. Вот такие вещи, они мне удаются очень хорошо. Я за них получаю достаточно много денег. И переверучиваться на вот это, где я вот с таким лицом сижу, я умею программировать. Мне просто не нравится. Ну, умею это вот на каком-то таком уровне бытовом. Скажем так, робот, сходи за пивом. Где пиво? Нет, давай я сам схожу. Вот примерно так я на таком уровне программирую. Хороший класс. Называется Сьюзьма. Сьюзьма. Вкус Вилли купил. Вот. Интересный, кислый, такой прикольный. Вот. Поэтому я хотел бы... У меня одна проблема. Вот когда я скину это, я хотел бы то время, которое я скинул, потратить, может быть, тот же час в день, который я занимался этими курсами, на полезное для себя. Что такое полезное? Это, ну, больше сфокусироваться, наверное, на agile-кочизме. Понимаете, когда я иду на курсы по английскому, мне смешно. Я смеюсь, развлекаюсь, общаюсь с преподавателем. Вот там шучу как-то. Вот все это получается. У меня клевые истории. Я могу рассказать, как все делать. Когда я подхожу к программированию, как к действию, то есть читать мне интересно, как устроено интересно, как штука, она мне интересна, вот это все программирование. Как действие? Нет. Вот, то есть, а теперь давайте от созерцания перейдем к практике, я такой, нет, 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 все, все, извините, пожалуйста. Вот, ну, так я сделан, так я сделан. Зато с программистами я прекрасно общаюсь. Вот просто люди чудесные, все замечательные, все понятно, все, давайте что-нибудь сделаем. С какими-то людьми там все такое, поговорил, что-то решил, всем объяснил. У меня лучший комментарий был совсем недавно, и мои любимые комментарии в моей работе, это типа того, а, я понял, как эта штука может сработать. То есть, объясняешь скрам, там, вот это все, как оно лепится к друг другу, цепляется, что ожидать, что ждать, как говорить, человек такой, а, ну, конечно, вот, вот как ты объясняешь, это сработает. Я такой, ага, спасибо. Вот. Выкинул, в общем, но и ладно, по крайней мере, это не напрягает меня больше где-то в голове, достаточно напряжения на работе, с которыми надо разобраться, достаточно напряжения в жизни. И, честно говоря, это знание мне стоило сколько? 45 тысяч рублей. Я заплатил 45 тысяч рублей, чтобы в очередной раз убедиться, что программистом я не буду. Вот, 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 смотрите, вот что, что значит дергаться. И утратить фокус. То есть, preserve options, но эти options должны быть в радиусе твоих возможностей и ценностей. Ну, и потом, что я буду делать с этим программированием? Кому нужен джуниор? Это лучше, я буду сенером, скрам-мастером получать раза в три, в четыре больше, чем джуниор, что-нибудь разработчик. Пускай сложнее устроиться, но если устроиться, то там и пойдет. В общем, смотрите, 31 числа у меня будет день рождения. Это буквально, ну, месяц где-то остался, что ли. Если все будет по плану или, ну, никаких там рисков, пока их не видно, но посмотрим, как июль будет складываться еще. Я планирую 31 числа, 31 июля у меня день рождения будет выложить себе в подарок сольник. Вот, я подумал, что хорошая дата. Там я как раз говорю о своем возрасте немножечко вначале. Возможно, это то самое время. В общем, надо разгрести какие-то штуки. Я с датой определился, пусть будет так. Посмотрим, не релизнет, там должен Орлов еще релизнуться, скорее всего. Скорее всего, где-то в середине месяца, если не задержится, малой будет новый концерт. Ну, что-нибудь придумаем. В любом случае, 31 число – это мой праздник, никто его у меня не отнимет. С прошлого концерта как раз пройдет примерно 17-й год. Это сколько? О, Господи. Конец 17-го года, буквально первые числа 18-го. То есть, это 4,5 года тому сольнику будет. И вот вполне нормальный результат. Что будет дальше с моим стендапом? Я вообще ума приложить ни к чему не могу. Но у меня к вам просьба. Если хотите сделать хороший подарок мне на 31 число, у меня уже все есть, как вы поняли. Я сам себе сделал. Пожалуйста, продержитесь до этого числа, попробуйте никого не убить и не умереть. Пожалуйста. Ну и подписывайтесь на этот канал, там, рассылайте все это такое. Сейчас обзоры будут, всякая херня, что-нибудь еще придумаю. Просто чтобы не сидеть жопой вниз на месте. Если вы заметили, я пытаюсь восстановить все графики в своей жизни, в том числе выпускать вот этот подкаст по вторникам, как это было всегда. Я что-то расслабился, надо собирать себя в систему. Спасибо, что помогаете мне это сделать. Пишите комменты, че как, давайте пока. С вами был Илья Икемсев. С вами был Илья 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 Илья.